Подсолнечник Несмотря на снижение маржинальности до 59%, он оставался в лидерах рейтинга прибыльности. В непростом экономическом контексте вопросом, на чем здесь можно сэкономить, задаются многие аграрии. А ведь зачастую более правильный вопрос – на чем экономить ни в коем случае нельзя. В этом выпуске вместе со специалистами компании Лимагрен мы обсудим перспективы рынка подсолнечника и поговорим о том, какие инструменты приходят на помощь аграриям в получении прибыли. Уважаемые зрители, с нами сейчас представитель компании Лимагрен Евгений Щедрин. И вопрос, который я хочу вам задать, связан с ситуацией, которая также отражена у нас на рынке. Стоимость продукции у нас снижается конечной. Все говорят о том, что затраты растут. И хотелось бы услышать ваши рекомендации. На что нужно обращать особое внимание в следующем году? Для того, чтобы быть конкурентными и быть уверенными в том, что хозяйство может уверенно смотреть в будущее. Действительно, в этом свете многие стараются на чем-то экономить. Главное, на чем не нужно экономить, это на аналитике и на анализах почвы. Каких элементов хватает, каких не хватает. И, исходя из этого, уже строить и стратегию питания. Нужно смотреть, какие болезни у вас развиваются, и строить стратегию защиты. Это даст максимальный результат. Нет готовых схем, нет каких-то готовых решений. Все нужно делать индивидуально, исходя из особенностей каждого поля. Потому что ни один специалист никогда не даст стандартную схему, по которой нужно работать. Если посмотреть на рынок, с точки зрения его структуры, в 2023 году произошли какие-то изменения, с вашей точки зрения? Подсолнечник остается на рекордно высоких уровнях. Но, с другой стороны, этот тренд обусловлен еще и тем, что увеличивается мощность переработки. То есть, постоянно либо модернизируются экстракционные заводы, либо вводятся в строй новые мощности. Поэтому, конечно, этот тренд будет продолжаться. К тому же, сейчас все усилия направлены на то, чтобы переработка происходила внутри страны. И я думаю, что эта переработка должна быть обеспечена в том числе и семенами. Семенами подсолнечника. А в 2024 году чем компания Лимагрен порадует своих партнеров? Я думаю, что в первую очередь компания Лимагрен порадует своих партнеров тем, что постарается произвести все семена в России. Потому что уже сейчас мы полностью производим семена кукурузы в России. И процентов на 85 производим семена подсолнечника. Я думаю, что в следующем году мы постараемся охватить стопроцентный объем семян подсолнечника. И не будем зависеть от импортных поставок. Я думаю, что на самом деле для сельхозпроизводителей это самое главное. Уверенность в том, что эти семена будут. Не ждать никаких проблем с логистикой, а ждать только урожая. Вот как раз из этого следующий вопрос у меня как раз про объем. Как вы считаете, достаточно ли будет объема нашим сельхозпроизводителям? Объема подпосевную 2024 года. Я думаю, что сейчас это, наверное, отчасти сложно оценить, потому что уборка семенных участков только закончена. Поэтому я думаю, что сейчас будет оцениваться качество семян, сколько их в итоге будет. И я думаю, что уже исходя из этого будут приняты какие-то решения. Но я думаю, что этот процесс запущен. И я думаю, что с каждым годом производство семян внутри России будет увеличиваться. В том числе и нашей компании, и другими компаниями тоже. Поэтому я думаю, этот тренд очевиден. Насколько это будет в следующем году прямо все произведено в России, я не знаю. Но я думаю, что в течение нескольких лет это будет. Вы много закладываете опытов, много проводите испытаний в разных регионах. Скажите, есть ли какое-то одно направление, мейнстрим, например, к которому сейчас вы особенно присматриваетесь? Наши опыты, на самом деле, нацелены больше на то, чтобы смотреть, как наши продукты ведут себя в разных климатических условиях и с разными пербицидами, как они на них реагируют, как они реагируют на климатические условия, как я сказал. Это очень важно, потому что мы должны отвечать на вопросы фермеров. Потому что всегда есть вопросы, а это сработает, это не сработает, как это будет в тех или иных условиях, под те или иные технологии. И для того, чтобы давать эти уверенные ответы, не просто предлагать семена, но и консультировать их, мы, конечно, закладываем опыты, исходя из этого, со своими партнерами, с химическими компаниями, с компаниями, которые занимаются питанием и так далее. То есть это такой основной тренд в течение нескольких лет, которому мы следуем. Мы в первую очередь думаем о сельхозпроизводителе. Поэтому мы и переносим производство семян в Россию. И мы хотим здесь быть и работать, именно потому что... Ну, Лемогрен – это, по сути, свой кооператив. Это владельцы этого кооператива, несколько тысяч фермеров. Поэтому, ну, исходя из этого, мы и строим свою работу во всех странах мира. То есть мы хотим сделать так, чтобы сельхозпроизводителю было удобно, чтобы он получал лучший продукт, наиболее адаптированный для данной территории и так далее. То есть, может быть, это такой, не какой-то суперновый посыл для кого-то, но, тем не менее, мы считаем, что в нашей работе это самое главное. 4 десятилетия генетических исследований и разработок в селекции подсолнечника. Такой колоссальный опыт позволяет компании Лемогрен не только создавать новые гибриды подсолнечника с высокими показателями урожайности, масличности, устойчивости к болезням и максимальной адаптивностью, но и видеть все стратегические аспекты возделывания культуры. В рамках крупнейшей сельскохозяйственной выставки Югагра состоялась мощная конференция компаний «Подсолнечник» от Ада Ян. Давайте узнаем, в чем заключался уникальный формат мероприятия и как он позволил участникам получить экспертные решения по возделыванию подсолнечника. Уважаемые зрители, с нами Елена Демичева, представитель компании «Лемогрен». Я думаю, что она известна для вас, потому что тоже ведет подкаст. Елена, на мероприятии на Югагра 2023 компанией «Лемогрен» была организована целая конференция по подсолнечнику «Подсолнечника» Ада Ян. Вот когда мы говорим от Ада Ян, предполагается, что мы расскажем абсолютно все про него. Я думаю, что название этой конференции в значительной степени отражает наш подход к отображению этой проблемы, к раскрытию ее для наших зрителей, клиентов, партнеров. Потому что для нас очень важно давать людям не просто, скажем, рекламный контент. Для нас очень важно давать людям полезную информацию, которую, не забрав ее на выставке, они могли бы принести в свои хозяйства, использовать ее на практике. Именно поэтому мы решили, что пригласим самых известных, ведущих экспертов, которые знают культуру подсолнечника действительно до мельчайших деталей, которые могут рассказать о защите подсолнечника, которые могут рассказать о питании подсолнечника. И, соответственно, мы со своей стороны, как компания «Семенная» рассказываем о генетике и о том, как эта генетика помогает всех хостоваропроизводителям добиваться результатов. И отсюда вот у нас получился такой панорамный вид на культуру. И мне кажется, все удалось. Но ведь для компании «Лимагрен» 2023 год, он особенный, поэтому конференция особенная. Вы совершенно правы. Именно в этом году компания «Лимагрен» отмечает юбилей. Но не все компании, а юбилей селекции подсолнечника. Ровно 40 лет назад компания представила на рынке самый первый гибрид подсолнечника. И вот с тех пор, уже 4 десятилетия, селекционеры работают над тем, чтобы предлагать сельхозтоваропроизводителям самые современные гибриды, которые на каждом новом этапе отвечали бы требованиям рынка, соответствовали требованиям рынка и решали бы проблемы фермеров. В отдельных регионах есть какие-то специфические проблемы с подсолнечником. Для каких-то заслушливых регионов это проблема с заразихой. И, соответственно, компания «Лимагрен» предлагает гибриды, которые подходят по технологии «Клеарфилд» и «Клеарфилд Плюс». То есть это система, которая позволяет противостоять заразии. Для других регионов актуальна сейчас, как никогда, проблема ржавчины. И мы приходим к тому, что помогает от этой проблемы не только и не столько фунгицида, сколько генетика и, соответственно, устойчивость гибрида к определенным виболезоболеваниям. И, к счастью, селекционеры «Лимагрен» предлагают вот эти именно генетические решения, которые именно за счет семян, именно за счет качества посевного материала помогают сельхозпроизводителям добиваться хороших результатов в поле. Традиционно «Югагра» – это финальная выставка года, когда подводятся уже результаты компаниями. Как вы можете оценить выставку в этом году? На самом деле, для многих сельскохозяйственных компаний год начинается в июле и заканчивается в июне. Поэтому для нас и выставка «Югагра» – это и не совсем итоги года, это экватор года. Но экватор, я думаю, тоже прекрасный повод итоги подвести. И мы, конечно, на большом позитиве после этой выставки. Вот уже завершается такое глобальное мероприятие. Сколько было гостей, сколько было последних таких вот, сколько было ярких встреч за эти дни. И, конечно, «Югагра» оправдывает вот это полноправное звание первой аграрной выставки страны. Потому что мы получили возможность пообщаться с нашими клиентами. Собрались люди из стольких регионов, но мне кажется, что даже Алтай доехал сюда, к нам на юг. Несмотря на логистику, сложности, вот эти все детали. Сколько было гостей на конференциях. Мы очень рады, что наш подход к организации вот этих мероприятий нашел отклику гостей выставки. Причем не только клиентов, и у СМИ, и у студентов. Мы этому очень рады, потому что мы ценим все категории нашей аудитории, всех наших гостей. Поэтому только позитивное, только это новый заряд для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы вторая половина года нашего аграрного была еще более эффективной. Спасибо вам огромное за ваши ответы. Спасибо, всегда рада. Спасибо. 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 Спасибо.